Всем привет! Приехали мы сегодня в доме. Я наконец-то увидела, как поставили дверь. Я взяла с собой работу сюда, взяла ноутбук, чтобы контролировать, как работает Лёша. Пока он не слышит. На самом деле, просто не могу удержаться, мне хочется сюда настроения вообще не отработать. Взяла с собой ноутбук, сейчас сяду на улице и буду фотки делать. Попробую, аж само интересно. Так, что тут у нас происходит? У нас тут Лёша делает окна. Красить буду я. Я сказала, если будешь без меня красить, я обижусь. Вот. Смотрите, он их зачистил, зашпатлевал, поставил вот это всё. Закрывашечки, открывашечки здесь их не было. Я так смотрю, нам окна, если не будет финансов, окон нам хватит и на три года. Вот. Давайте же покажу вам дверочку нашу. Смотрите. Та-дам! 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 Правда, там ещё сверху у нас дырка, нужно будет её заделывать. Вот мы купили, чем заделывать. Заделывать будем её... А сейчас скажу, как же газоблок? Вот газоблок. Будем сверху заделывать. А соседи тоже делают ремонт. Вот, смотрите, дверка наша. Сейчас покажу её снаружи. Надо будет, кстати, её вытереть. Ой, вообще такая большая. Вот такая вот дверка. Красивая. Надеюсь, будет тёплая. Ну, мы посмотрели по характеристикам. Должна быть тёплая. Вот, смотрите, на ширину, на толщину двери. Так. Оп. Здесь, получается, тут замочек. Тут, как это, ночничок называется. И тут замочек. И такая вот дверка. Специально хотела светленькую. Так, ещё хочу поблагодарить, не помню, извините, кто написал комментарий по поводу планировки. Видео вышло о котле. И все, представляете, насколько сейчас видео отстают. Видео вышло о котле. И один подписчик нам посоветовал сделать кухню вот здесь. То есть убрать отсюда ванну и унитаз. И сделать здесь кухню. Чтобы не было проблем с проектом. Потому что за проект очень много денег платить. Ой, спасибо вам большое за совет. Вот реально мы продумывали кучу вариантов. Но этот именно в голову нам не приходил. Будет здорово. Мы реально здесь сделаем кухню. Как раз здесь полы бетонные. В принципе, для кухни места будет достаточно. Мы ванну с унитазом вынесем. Наверное, сделаем здесь, в этой комнате. Перепланировку сделаем. Ну, пока это еще не точно. Пока будем. Но кухню там оставить, это гениальное вообще решение. Ну, а я сейчас надо вещи будет разложить. Мы потихоньку вещи сюда перевозим. Пока мне делать нечего. Леша зачищает окна. Скоро приедет папа. Тоже будет помогать. Наверное, будем здесь делать дверь. В общем, тут столько всего предстоит. Но у нас какой план? Сделать косметический ремонт. Сделать сейчас большой акцент на вот те самые гнилые окна. Сделать, решить проблему с отоплением, с котлом. Пригласим газовщиков. Что они нам вообще скажут? Может, они скажут, что этот котел там и что. Ни в коем случае. Ну, в общем, нужно это все решить. В этом году мы сделаем косметический ремонт, чтобы можно было здесь жить. Решим проблему с котлом, окошками. И пока ничего. А потом, по мере поступления финансов, будем решать, что да как. Так что, глаза боятся, руки делают. Наши глаза не так боятся, как ваши глаза боятся. Наверное, потому что наши руки делают. Все мы купили. Смотрите, какая классная стремянка. Я вам сейчас покажу обзор стремянки. Такая вещь в хозяйстве пригодится. Купили в Леруа Мерлин. Ну что, рабочее место готово. Буду сейчас работать. Вот мое рабочее место. Буду сейчас работать. Денежки зарабатывать. Алеша делает. Проем закладывать сейчас будет. О, боже, ты думаешь, я это смогу услышать? Вот этот звук. Металл по... Почему это? Ну, в общем, по известняку это жесть. Вот это место. Ну, это правда. Ага. Вы видите, как я Лёше помогаю? Я сюда с работой со своей приехала. Ну не могу я сидеть там фотки обрабатывать, когда здесь такой движняк. Посмотрите, как я удобно устроилась. Планшет облокотила, об стол сижу. Мне уже здесь удобно. Говорю, да я сюда уже готова переезжать. Я сейчас сниму, что я в калошках. Посмотрите, у нас произошло что-то невероятное. У нас вся сирень облетлена бабочками. Музыка. 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 Бабочки с ума сошли. Заехали в Леруа, купили некоторые инструменты. Затем взяли уголочек, там у нас нужно штукатурить, алюминиевый уголочек. И нужно было зайти в Ашан, мы в Меге сейчас находимся. Уголочек мы спрятали под машину, не будем же мы с уголочком ходить по Ашану. Сели уже, стали ехать и говорили, а уголочек. Видите как, оп, оп, жик-жик-жик, вот такой вот, чуть не оставили здесь под машиной, сейчас бы услышали хруст. Видите как у нас все, главное чтобы не улетел, я буду держать. Посмотрите, у нас просто уже строительная обстановка, прям душа радуется. Вот это все нужно будет заштукатуривать, Леша поотбивал, нужно будет все заштукатуривать. Вот, что хотела сказать, сегодня взяла с собой ноутбук, работы много, думала буду сидеть работать и изредка что-нибудь делать, но не тут-то было. Сначала я купила семена, ну опять не удержалась. Обычные, самые обычные ромашки, потом увидела такие еще, думаю посажу их, а потом увидела еще и вот такие ромашки. Вот, посажу ромашки, но это не предел, потом я зашла на другую сторону стенда с семенами и нашла, там много было огурцов. Я взяла вот такие вот огурцы, ну так как у меня есть пологородика, мини-мини огородика. Знаете, я хочу посадить чисто для прикола, мне вообще интересно как оно вырастет, не вырастет, будет свистеть, не будет. Когда я была маленькая, жила в собственном доме, ну как бы, что мама говорила, то и делала. А оказывается это так круто, когда ты сам властелин своего огорода. Я говорю, если у меня было 10 соток, точно бы все засадила. В общем, интересно вообще, взойдут, не взойдут. Я уже сижу, думаю, а представляю, если они вырастут, и реально будет куча огурцов, придется еще соленья закрывать. Я уже сижу такая, думаю, а так, но если вырастут, надо будет колушки вбить, натянуть между ними эту проволочку, чтобы подвязывать, чтобы они хорошо росли. Вон, смотрите, что я нашла, формочка для выпечки хлеба. Я решила, что шторы я возьму домой, выстираю вот эти. Соберу, у меня здесь много уже пакетов собралось, соберу пакеты, потому что дома у нас канализация центральная в квартире, а здесь у нас яма выгребная. Так что видите, какая экономная и практичная. Просто уголок стоит. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получается, что уходит труба канализационная. Я здесь просто сейчас грабель ко мне поубираю и чуть-чуть вот тут по бокам посею ромашки. Лучше пусть здесь ромашки красиво растут, чем вот эта будка стоит. Вот. И смотрите, вот, только здесь убрала куча металлолома. Еще эту штуку надо убирать. Потом вот это надо будет убрать, здесь еще место освободится. Ну тут смотрите, видите, тут гравий наперемешку с мусором, с землей. Вот сегодня еще в Ашане купили совковую лопату, потому что совковая лопата, она очень нужна. У меня дома есть черенок, я с ним зарядку делала. Вот. Так, здесь расчистила, посажу здесь, как ее, ромашечку. Здесь посадила вот так вот рядочками. Мама сказала, лучше рядочками посадить огурчики. Здесь у нас бывшие хозяева мусор жгли. Мы вот эту штуку потом уберем, потому что, ну, смотрите, это очень пожарно небеспечно, небезопасно. Вот. Уберем. И здесь у меня еще будет целый садик. Потом мы вообще планируем здесь сделать въезд. Машина, чтобы заезжала. Перенести сюда септик, чтобы здесь был. Снесем эту кухню. Машину мы сделаем навес над машиной, не будем делать гараж. Этого будет достаточно, здесь зима не холодная. Вот. Вот виноградик вьется. Смотрите. Говорят, хороший виноград. Посмотрим, какой будет. Его уже обрезать нельзя было. Если будет хороший, оставим. А вот у нас вишенка уже, смотрите. Много пустоцветов. Так классно, ребят. Так классно в собственном доме. Ну, правда. А когда сделаем еще здесь все по уму, у нас будет много огородика. Я хочу обязательно посадить черешню, хочу посадить персик. Вот. И еще хотела показать. Я так до сих пор не знаю, что это. Получай или слива. Вот. Смотрите уже, какие ягодки. Похожи на сливу. Это классно. Когда я была маленькая. Ну, я до 18 лет жила с родителями в собственном доме. И ощущение собственного дома было совершенно другое. Сейчас ты чувствуешь себя полным властелином. Вот. Это так круто. Не могу нормально работать. Хочется с вами делиться, делиться. А сейчас перекусили, попили чаю с печеньками. И я набираю водичку, буду поливать еще. И знаете, что я словила себе на мысли, что сейчас очень много дел, и ты вот это все делаешь, это вся работа в удовольствие. Знаете, не хочется бежать, как у нас говорили, попадет батька в пекло. Хочется все делать размеренно. Получать от того, что делаешь удовольствие. Это так классно. Сейчас читаю комментарии. Вышло видео про Старокорсунскую. Так. И тут написали. А, что там за люди жили? Как у вас соседи адекватные и хорошие? Я хочу сказать, что у нас соседи все очень прям плотно к нам. Потому что участок маленький. И вокруг нас соседи тоже очень близко находятся. Ну, соседи такие, знаете, ну смешно. Как бы все живут своей жизнью. Ну, детки слышно кричат. Потому что у нас сейчас окошек еще нет нормальных. И слышно все. Акустика отлично. Вот. И пока не жалуемся. Все люди делают что-то. Все работают. У всех свои заботы. Это так интересно. А здесь жили. Дом был на два хозяина. Во времянке в летней кухне жила бабушка. Она своим сыновьям. Вообще здесь был раньше большой участок. И здесь потом стали резать участки. И просто в данном случае эти участки раздавали родственникам. Там родственники уже все распродали. Там бабушка живет. А у нее очень много котов. И они постоянно вот тут вот садятся на заборчик. Сейчас их нет. У нее штук семь котов, наверное. И бабушка здесь жила. Она получается своим родственникам. Они поделили участки. Осталось у них три сотки. И она своим двум сыновьям сказала, чтобы они строили здесь дом на два хозяина. Они, получается, жили две семьи в этом доме. И эти, получается, два хозяина потом продали. Ну, ты так понимаешь, что оно им все потом в наследство досталось. Ну, по документам. Не я так понимаю, а по документам. Судя по документам. Вот. И они сдавали потом. Видимо, ну, две семьи не ужились в одном доме. Стали сдавать этот дом. Ну, а потом решили продать. Вот. Вот такая вот история. Дело в том, что в этом доме изначально вообще не было кухни. И здесь они, получается, жили. Ходили в туалет. А на этой летней кухне они готовили кушать. Ну, я так понимаю, что бабушка им готовила. Они приходили к ней покушать. Вот. Ну. А потом, как сказал уже собственник дома. Один из хозяев бывших сказал, что каждое утро бегать в летнюю кухню себе заваривать кофе было уже проблематично. И они решили себе здесь поставить печку. Ну, я не знаю. Люди реально здесь есть готовили. Конечно. Ну, люди разные бывают. Вот. Тут у нас повадились коты. В туалет здесь ходить. Смотрите, что я поставила. Не знаю. Это, может, их даже привлекать будет. Он от ветра крутится. Смотрите. На тени так. О, прикольно так. Красота. Где-то между огурцами и лучком. Фикс прайс купила. Не представляете? У меня здесь, на этой куче мусорной, кажется, роза цветет. Растет. Скоро расцветет. Смотрите, сколько бутончиков. Она, скорее всего, вьющаяся розочка. Буду ее спасать. Только она вся в тле. Ее еще и по этому поводу нужно спасать. Но я умею с тльей бороться. Таля не хочет фокусироваться. Интересно, как будет цвести. Сейчас буду избавляться от тли. Бороться с тлей. Мы всегда боролись с тлей. Мы просто брали водичку. Мыльную делали. И с пульверизатора прыскали. А еще я хочу у вас спросить. Может, кто-то знает здесь в Яблоновке или в Краснодаре, где лучше заказывать окна? Мы сейчас хотим в ближайшее время заказать окна. И еще хочу сказать огромное спасибо. Ребят, вы присылаете мне денежки на ремонт. Две тысячи прислала Инга Владимировна. Тысячу прислал инкогнито 11 мая. И еще 500 рублей тоже инкогнито прислали 12 мая. Спасибо вам большое. Большая поддержка. Как раз эти денежки пойдут на окошки. Сейчас собираем всю информацию. Если вы что-то можете посоветовать, где лучше заказывать эти окна, посоветуйте, пожалуйста. Да, и еще, пожалуйста, кто может знает, подскажите межкомнатные двери. Чтобы знать, не совсем дорогие, но нормально и выгодно, где можно купить. Многие подумали, что улитки, которых я показываю в видео у себя в горшочке в цветке, подумали, что это у нас в доме, это в квартире. Отпустить я их хотела на улицу в квартире, во дворе квартиры. А по поводу того, что в огороде улиток, я знаю, что они вредители. И у нас здесь на участке очень много этих улиток. Сейчас я как раз вам вышла их показать. Вот этих улиток, смотрите, полно. Ладно, ребят, на этом всем всего доброго, всего хорошего. Пока, большое вам спасибо за поддержку. И жду ваших советов.